Официальные партнеры программы «Новости дня». Торговая группа «Абсолют». Компания «Линия неба». В эфире ТВ Кома. Новости дня. В студии Юлия Пермякова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко расскажу о главных событиях, которые произошли в республике и ее столице. Влетел в бетонный столб, да так, что сломал его. В Лануде произошло ДТП, в котором пострадали сразу семь автомобилей. Как оперативно начинают работать, так происходит что-то такое, что мешает жить. В 11 многоквартирных домах в районе Шишковки снова пропала вода. С чем это связано, расскажем через несколько минут. Все механизмы, которые есть, сейчас район использует для того, чтобы улучшать жизнь. Алексей Циденов в Джидинском районе осмотрел строительство социальных объектов в селе Петропавловка и пообщался с населением. Накануне в Лануде произошло крупное ДТП. В ЛВРЗ авария случилась в районе проходной ЛВРЗ. Водитель иномарки не справился с управлением и влетел в несколько машин. Подробности происшествия расскажет Базарай Шеев. Как он летел-то? На кадрах виден дымящийся белый Мерседес после крупного ДТП. В нем пострадало сразу семь автомобилей. Эта авария сразу стала громким инфоповодом дня. Сразу после нее образовалась на проходной ЛВРЗ большая пробка. Многие автомобилисты были вынуждены добираться до конечной точки в разы дольше или же искать другие пути. На место происшествия сразу приехали все спецслужбы. Автомобиль нарушителя двигался с явным превышением скорости. Удар об столб был такой силы, что железнобетонная конструкция под воздействием физики просто сломалась. Далее по инерции Мерседес отбросила на другие автомобили. Вы где стояли? Вот здесь в кармане стоял. Вот, закрутило, видать. Он снегнулся от меня и пошел туда дальше. Как только автомобили растащили, сразу стала понятна сумма причиненного вреда. Водители пострадавших машин отказывались прямо говорить на камеру, вероятнее всего, чего-то опасаясь или же все-таки боясь такой огласки. Недоброжелателей в городе хватает. Другой причиной могло послужить и эмоциональное состояние. По словам владельцев, некоторые машины не подлежат ремонту. Около 16 часов 20 минут в Лану-Де 29-летний водитель автомобиля Мерседес-Бенц без государственного регистрационного знака, следуя по улице Лимонова, не справился с управлением и совершил наезд на электроопору. С последующим наездом и столкновением с шестью транспортными средствами. Четверо участников дорожно-транспортного происшествия были осмотрены медицинскими работниками и отпущены домой. Виновник дорожно-транспортного происшествия и другие водители осредительствованы. Состояние опьянения не установлено. Как сообщили нам в управлении ГИБДД, все детали произошедшего будут установлены в ходе дальнейшего расследования. Все участники ДТП живы. Базар Ишиев, Евгений Павлов. Новости дня. В Лану-Де пьяная автоледи пыталась скрыться от сотрудников автоинспекции. А в одном из районов в Бурятии произошел крупный пожар. Об этих и других происшествиях в нашей постоянной рубрике «Горячая линия». В Лану-Де задержали пьяную женщину за рулем иномарки. На улице Барсуэлы экипаж ДПС заметил автомобиль, хаотично двигавшийся по проезжей части. На неоднократные требования об остановке дама не реагировала и пыталась скрыться. На улице Иволгинская один из инспекторов, воспользовавшись моментом, выскочил из служебного автомобиля и запрыгнул на ходу в машину нарушительницы. Сотруднику ГИБДД удалось остановить транспортное средство и забрать ключ у нетрезвой женщины. За рулем автомобиля Subaru Stella находилась 47-летняя горожанка. Однако предоставить документы на транспортное средство и водительское удостоверение она отказалась. При проверке по учетным данным личность нарушительницы была установлена. От прохождения освидетельствования на состоянии опьянения горожанка отказалась. Сегодня на улице Барсуева в Уан-Удэ произошло ДТП. Мини-вэн Honda Step-Wagon опрокинулся и встал на бок. От удара в машине сработали подушки безопасности. Ехал с первой полосы, прямо не маневрировал, ничего, прямо ехал. И передо мной водитель маршрутки, не станы, начал маневрировать. Перестроился в правый ряд, в средний ряд. И я ехал с первой полосы. И он резко перестроился в мою сторону. Я, уходя с мгновения, ударился об этот бордюр и перевернулся. И водитель скрылся с места ДТП. Водитель не пострадал. А это авария в микрорайоне Саудатский. По версии аварийных комиссаров, водитель Тойоты Королла, не соблюдая дистанцию, отвлекся и совершил столкновение с КАМАЗом. ДТП обошлось без пострадавших. В селе Нижний Саентуй загорелся дом. На момент прибытия пожарных огонь охватил веранду и перешел на крышу дома. В результате пожара огнем полностью уничтожены крыши дома и веранды. А также изнутри повреждены стены веранды. На момент возгорания собственники дома отсутствовали. По предварительным данным, причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводки. Около 40 минут потребовалось огнеборцам для ликвидации пожара на площади 72 квадратных метров. Пострадавших нет. И напоследок о погоде. На Бурятию надвигаются дожди и град. По данным Бурятского гидрометцентра, с 1 по 4 августа на большей части территории республики ожидаются дожди, сильные лимы. Местами грозы. Возможен град. Усиление ветра до 24 метров в секунду. Сотрудники МЧС рекомендуют отказаться от поездок на дальние расстояния, выходов на туристические маршруты и акватории водоемов. Андрей Слепнев, Валерия Смольникова. Новости дня. Новости дня. Мишковки сталкиваются уже во второй раз. Первый случай произошел 20 июля. Тогда прорыв случился также по вине подрядной организации. Примечательно больше то, что инцидент произошел на том же самом участке. Ну, конечно, это уже второй раз. Мучаемся страшно. Очень трудно. Невыносимо. У нас с людьми, с детьми, соседи все. Я-то ладно уехала на дачу, а люди-то с детьми мучаются. Мучиться, по всей видимости, придется еще долго. Работы начались еще весной. В мэрии не раз говорили, что завершить их должны осенью. Однако побывавшая на прошлой неделе проверка прокуратуры выявила отставание. В связи с выявленным фактом отставания от графика, исполнения обязательств, прокурор района внес представление руководителям МУ Комитет по строительству, МКУ УЛАУНД «Стройзаказчик» и ПСК «Развитие». Устранение нарушений находится на контроле надзорного органа. Видимо, по этой причине работа на объекте, скажем так, закипела. Подрядчик так старается успеть к срокам, забывая о мерах предосторожности. Мы просили их, чтобы они оперативно начали работать, потому что их здесь не было. Просто ремонтная бригада отсутствовала долгое время. Но бригада вернулась, ремонтные работы продолжились, оперативно начали работать. И у нас вот как оперативно начинают работать, так происходит что-то такое, что мешает жить вот как бы нормально, по-человечески. Расскажите, что произошло? Вот как так? Обрушилось и все. Грунт он продавливает. Видно же, осыпается песок. Получается, вы задели водопровод сам, да? Да. Ну как, там же видно то, что вода течет. Чугунная труба, обвал произошел, камень упала, она и лопнула. Если бы я задел, я ее оторвал. Вчера, 31 июля, из-за действий подрядной организации 11-й МКД в микрорайоне Шишковка было ограничено холодное водоснабжение. Причиной аварии стало проведение ремонтных работ на тепломагистрале номер 3. Образовалась продольная трещина на водоводе, в связи с чем специалистами городского водоканала были проведены необходимые ремонтные работы по замене участкового трубопровода протяженностью 2,5 километра. В 20-30 аварийная ситуация была устранена, началось плановое заполнение системы водоснабжения. Как сообщили ведомцы в отношении подрядной организации, водоканал подготовил обращение в административный контроль. Теперь компания должна будет возместить причиненный ущерб. Однако, по всей видимости, жителям платить за доставленные неудобства никто не собирается. Возревший Сергей Мирейдев, Новости дня. В столице Бурятии полностью восстановили автомобильное движение в сторону 20-го А-квартала. Накануне на этом участке закончили укладку асфальта. Теперь здесь сделают тротуары и проведут озеленение. Все работы по благоустройству ведутся в круглосуточном режиме. Напомню, 14 июля на проезжей части по улице Ключевской произошло обрушение свода канализационного коллектора. Причиной затяжного устранения технологического нарушения стала глубина залегания трубопровода не менее 9 метров и значительное обрушение откосов котлована из-за песчаного грунта. Алексей Цыденов посетил пострадавший из-за стихии Улус-Алцак. Сейчас там ведутся ремонтно-восстановительные работы дорог. Жителям пострадавших домов выделена материальная помощь. Глава Бурятии на месте пообщался с местными, которые рассказали, что основной проблемой является потеря сельхозугодий. Жители Улуса живут по большей части за счет личных подсобных хозяйств, держат крупнорогатый и мелкорогатый скот. Поэтому самой главной просьбой была помощь в заготовке корма на зиму. Сено вообще пострадало все, зелянка в основном в том числе. И вот мы даже не знаем, как перед зимой придется уменьшать поголовье скота. Здесь в основном у нас большинство пенсионеры, 92 человека, и где-то около 120 человек живут за счет личных подсобных хозяйств. Алексей Циденов отметил, что этот вопрос стоит на контроле. Участки для заготовки корма для скота должны подобрать. С доставкой также помогут. Напомню, что в результате обильных и продолжительных дождей, града, а также схода дождевых потоков с гор в Улусе-Алцак было нарушено жизнеобеспечение населения. Транспортная инфраструктура нанесен материальный ущерб 43-м приусадебным участкам жилых домов. Помимо Улуса-Алцак, Алексей Циденов в Джидинском районе осмотрел строительство социальных объектов в селе Петропавловка, вручил ветерану Великой Отечественной войны медаль «100 лет Республики Бурятии» и пообщался с населением. Строительство детского сада на 150 мест и спортивного зала на территории Петропавловской первой школы ведутся по программе «Комплексное развитие сельских территорий Бурятии». А работы по детской площадке «Медиум» по проекту «Тысяча дворов». Финансирование детского сада составляет более 387 миллионов рублей. Спортивного зала – около 75 миллионов. Спортивной площадке – более 10 миллионов. На сегодня работы ведутся с опережением сроков. Возведены стены первого этажа детского сада, производится монтаж плит перекрытий, ведется устройство отопления. Все механизмы, которые есть, сейчас район использует для того, чтобы улучшать жизнь, создавать условия. Поэтому все зависит от того, как команда работает. То есть можно по-разному договариваться с Москвой, по таких возможностях, но если нет правильной подачи снизу, то ничего не реализуется. Президент, правительство нам дают возможность менять жизнь, строить социальные объекты, развиваться. Но для этого нужно, чтобы на месте работа была организована. И вот здесь в районе работу организовали. Хотел бы и главу района, и команду поблагодарить. Также во время рабочего визита в Джадинский район Алексей Цыденов вручил Жаргалу Бадмаеву медаль, выпущенную к юбилею республики. В 1942 году он был призван в ряды советской армии. Служил в Монголии. В 1944 году выехал в Советский Союз и получил направление на учебу в Абакан. Далее он был комиссован. За свою трудовую жизнь Жаргал Баралдоевич был членом бюро райкома комсомола, работал председателем ревизионной комиссии, зампредседателем поживотноводства колхоза. В 1990 году ушел на заслуженный отдых. У ветерана большая семья, четверо детей, внуки и правнуки. Столетие отметила республика Бурятия, 100 лет в этом году. И вы у нас заслуженный ветеран, заслуженный житель нашей республики. И хотели вручить вам медаль к столетию республики Бурятия. Еще одна к вашим медалям и наградам. Уже по традиции глава Бурятии завершил рабочий визит встречи с населением, в ходе которой Алексей Цыденов ответил на все наболевшие вопросы местных жителей. Андрей Слепнев, новости дня, Джидинский район. Безопасность учеников возле детских садов и школ. Сегодня эту тему обсуждали депутаты Улан-Уденского городского совета совместно с представителями других структур. В рамках мониторинга безопасности пешеходных переходов возле образовательных учреждений были проведены промежуточные итоги активной работы. Тему продолжит наш корреспондент. На безопасность детей возле образовательных учреждений обращают особое внимание. С 2022-го начался активный мониторинг территорий возле школ города. В течение года депутаты по инициативе общественной приемной «Единой России» осматривали подъезды к школам, наличие освещений, лежачих полицейских, знаков и зон высадки и посадки. В прошлом году это был как у нас пробный мониторинг. Он, я считаю, удался, потому что было выявлено в течение двух-трех недель мониторинга очень активного более ста нарушений, и оперативно были устранены практически все. Депутаты и представители других городских структур решили еще раз собраться. Не за горами начала учебного года, поэтому необходимо возобновить профилактическую работу. За год мы собирали замечания от родителей. Вот сейчас наступает август, это у нас активная фаза мониторинга. То есть мы готовимся к первому сентября, выявляем, где нарушена разметка, где что можно улучшить, чтобы сделать подходы к школе для детей более безопасными. Во время встречи народные избранники подняли проблему парковок возле образовательных учреждений. Многие автомобилисты останавливаются, при этом загораживают пешеходный переход. Замечание, которое касается непосредственно нарушений правил дорожного движения вблизи школы, это тоже очень опасно. В первую очередь, парковка вблизи пешеходных переходов, парковка ближе 5 метров запрещена к пешеходному переходу, но, к сожалению, водители, не найдя место, часто это нарушают. Договорились так, что с ГИБДД мы продолжим профилактические мероприятия, которые мы в прошлом году проводили в сентябре, и расширим перечень учебных заведений, возле которых этот мониторинг, ну и эти профилактические мероприятия будут постоянными. К слову, не только автомобили мешают детям добираться до школ. Есть и места, где деревья мешают обзору. Со стороны госавтоинспекции по факту нарушения, получается, где кустарниковая зона, где нет ЭДНа, будет выдано, получается, предостережение в адресу комитета городского хозяйства. И, получается, где будут ограждения выявлены, то, что нет, будет тоже также выдано предостережение на устранение данных недостатков. С нами, получается, в преддверии начала учебного года будут однозначно сделаны выезды на все проблемные участки, и также, получается, все школы будут обследованы. Если в прошлом году активный мониторинг проходил возле школ, то в этом депутаты решили также интенсивно заниматься и детскими садами. В планах у народных избранников до 20 августа проверить каждое образовательное учреждение, где остаются аварийно опасные участки. Базарев Шеев, Евгений Павлов, Новости дня. Далее небольшой перерыв. Не переключайтесь. Скоро вернемся. Настольный теннис – действительно очень популярная игра. И играют практически все субъекты. В Бурятии пройдут всероссийские соревнования по настольному теннису «Байкал Оупен». Когда и где они состоятся – расскажем далее. КОНЕЦ Шокер цена в Абсолюте. Котлеты пикантные. Всего за 195,99. Абсолют. Гарант низких цен. Шокер цена в Абсолюте. Огурцы всего за 43 рубля. Абсолют. Гарант низких цен. Ровные, как гладь океана. Притягивающий взор, как женская красота. Расширяющий пространство до размеров вселенной. Линия неба. Натяжные потолки любой сложности. Телефон 307-307. КОНЕЦ Надоела старая шуба? Сдай ее нам и получи скидку до 50 тысяч рублей. Меховая фабрика «Ангелина Сэм» в Улан-Удэ. Физкультурно-спортивный комплекс. Только до 13 августа. Компания «Кристофер» предлагает современные поливочные системы немецкого концерна «Керхер». Шланги, разбрызгиватели, различные насосы, катушки и даже блоки автоматизированного управления поливом. «Керхер Центр». Октябрьская, 37. Спасибо, что остаетесь с нами. Это новости дня и мы продолжаем выпуск. С начала августа в России начнет действовать закон о внедрении цифрового рубля. Также в стране могут вырасти цены на иномарки из-за индексации утилизационного сбора. Подробнее об этих и других изменениях последнего месяца лета расскажем далее. Закон о внедрении цифрового рубля и создании соответствующей электронной платформы вступает в силу 1 августа. 24 июля документ подписал Владимир Путин. Цифровой рубль – одна из трех форм национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Его единым оператором станет Центробанк. Предполагается, что деньги будут храниться в виде цифрового кода в электронном кошельке регулятора. Физические лица смогут пользоваться ими с помощью привычных приложений любого банка. Но не сразу. В широкое обращение такой рубль поступит только в 2025-2027 годах. Пока его будут тестировать кредитные организации и юридические лица. Работающим пенсионерам с 1 августа пересчитают выплаты. Максимально они могут увеличиться на стоимость трех баллов. Но точная сумма будет зависеть от отчисления в социальный фонд и года оформления пенсии. Например, для тех, кто оформился в прошлом году, прибавка составит до 354 рублей. Заявление писать не нужно. Перерасчет произойдет автоматически. С 1 августа проиндексируют утилизационный сбор на легковые, легкие, коммерческие, грузовые автомобили и автобусы. Изменения коснутся ввоза импортных новых и БУ автомобилей юридическими лицами. Но не затронут физических лиц, возящих машины с объемом двигателя до 3 литров для личного пользования. Для них продолжит действовать механизм уплаты утилизбора по льготному тарифу 3400 рублей за новые автомобили до 3 лет и 5200 рублей за машины постарше. В конце лета завершится приемная кампания в российских вузах. Сдать оригиналы документа для поступления в выборные учебные заведения по общему конкурсу можно будет до 3 августа. Приказы о зачислении выйдут с 4 по 9 августа. А не позднее 29 числа завершится и дополнительный набор по программам бакалавриата и специалитета. Андрей Слепнев, новости дня. Президент России установил единую ставку НДФЛ для удаленщиков и фрилансеров. Речь идет о сотрудниках российских компаний, работающих удаленно как по трудовым договорам, так и по гражданско-правовым, вне зависимости от наличия статуса налогового резидента. В отношении доходов штатных сотрудников данные нормы вступят в силу с 2024 года, а фрилансеров – с 2025. Для доходов свыше 5 млн. рублей в год ставка составит 15%, в то время как для меньших сумм будет действовать обычная. Применение единой ставки упростит механизм администрирования налога. Достать воды, чтобы потушить пожар. В Улан-Удэ ликвидировали условное возгорание в отрезанном водой населенном пункте. Спасателям пришлось проявить смекалку, а также позвать на помощь специалистов государственной инспекции по маломерным судам. Удалось ли достичь цели, расскажет наш корреспондент. Возгорание произошло на одном из притоков реки Уда. Участок отрезан. Течение и глубина не позволят перебраться на другой берег. В любой момент порывы ветра могут усугубить и так непростую ситуацию. На помощь пришли инспекторы улан-удэнского участка ГИМС. Совместные усилия позволили проложить рукава наикратчайшим путем через водное препятствие. Для бесперебойной подачи воды подключили специальную насосную станцию. В наши задачи входила переправка пожарно-спасательного оборудования на другой берег, а также доставка личного состава через водную преграду. Цели занятия достигнуты. На место также прибыл специальный автомобиль, имеющий запас рукавов в 2 километра. Рукава диаметром 150 и 77 миллиметров стали магистральной линией протяженностью 120 метров, что позволило ликвидировать условный очаг возгорания из лахетного ствола. Данное мероприятие будет актуально в период половодия, когда личный состав не может добраться на пожарно-спасательных автомобилях к месту возгорания. Слаженная работа двух подразделений позволила достигнуть поставленных задач. Баир Цедыков, Новости дня. В Бурятии впервые пройдет дизайн-пленэр для развития сельского туризма и креативных индустрий. Этот проект станет ежегодной образовательной программой для творческих профессионалов и студентов арт-направлений. Первые дни пленэра пройдут в Уан-Удэ, где участники познакомятся с Бурятией и местными достопримечательностями. Затем они отправятся в Бургузинский район, где начнется практическая часть с работы дизайнеров на природных объектах долины и проектная мастерская, где создадут макеты сувенирной арт-продукции. Это мероприятие собирает графических и не только дизайнеров для формирования, популяризации профессионального сообщества дизайнеров и участников креативных индустрий республики и нашего региона. Кураторы и дизайн-плейнеры дадут обратную связь участникам и помогут профессиональному росту талантов, в том числе студентам творческих специальностей из учебных заведений Бурятии. Проект, в котором к нам приезжает преподаватель института общественных наук Ранхикс, Оля Терехова и Мила Дмитриева, и с ними же приезжают их студенты, и мы планируем, что в будущем будут присоединяться и студенты, и преподаватели наших образовательных учреждений. Поэтому первый проект, первый тестовый прогон мы делаем сейчас с 1 по 10 августа. По итогам дизайн-плейнеры запланированы две выставки работ участников в культурно-туристическом центре Бургуджин-Такум в поселке Усть-Бургузин и центре креативных индустрий Хэп-Хап в УАН-УДЭ. Андрей Слепнев, Евгений Павлов. Новости дня. В Бурятии пройдут всероссийские соревнования по настольному теннису «Байкал-Опен». Они состоятся в физкультурно-спортивном комплексе. Планируется, что в УАН-УДЭ соберутся около 250 представителей этого вида спорта. Когда начнется турнир, расскажем в следующем материале. Всероссийские соревнования по настольному теннису «Байкал-Опен» пройдут уже в третий раз. Традиционно этот турнир собирает большое количество спортсменов со всей страны. У всех желающих есть уникальная возможность посмотреть на мастеров спорта России по этой игре. Это практически все регионы сибирского и древнодорожного федерального округов. Настольный теннис действительно очень популярная игра. И практически все субъекты играют. Из дальних субъектов приедут также регионы Центрального федерального округа, Приволжского федерального округа, приедет город Москва, город Санкт-Петербург, Калининградская область. В этом году турнир посвящен столетию Бурятии. Теннисисты нашей республики занимают ведущие позиции по стране и входят в состав сборной России. Проведение данного мероприятия является большим шагом для развития нашего вида спорта. Так как на данные соревнования приезжают большие мастера международного класса, члены национальной сборной России, одни из сильнейших спортсменов Европы. И это для нас большая возможность проверить свои силы для наших мастеров с такими спортсменами и получить свой опыт. Байка Open пройдет с 8 по 10 августа в ФСК. Вход свободный. Андрей Слепнев, Евгений Павлов. Новости дня. В Адигидриевском соборе Улан-Удэ встретили самонаписавшуюся икону Божьей Матери, прибывшую со святой горы Афон. В столицу республики ее доставил митрополит Улан-Удэнский и бурятский Иосиф. Именно по просьбе митрополита Иосифа для Бурятия, благотворителем епархии Дмитрием Павловым, образ был заказан на святой горе и написан старцем Скита, короля, отцом Харитоном. Он очень любит Россию и наше православие, и поэтому с большой охотой откликнулся на эту просьбу. Образ Богородицы, самонаписавшейся, был встречен перед праздничным всеношным деньем, за которым во главе с митрополитом Иосифом молилось городское духовенство Миряне. Перед святыней был прочитан Акафист Царицы Небесной. История появления этого образа удивительна. Лик Богородицы и младенца Христа был изображен без участия художника. Это событие произошло 12 июня 1863 года, поэтому икона была названа «Самонаписавшаяся». Именно в старинном Афонском монастыре Продром были явлены первые чудеса от этого образа, и по сей день эта икона является главной святыней этого храма. Когда-то на святой горе Афонской Царица Небесная явила этот образ, через который многих обратила в православную Христову веру. Поэтому мы особенно молимся Матери Божией, чтобы она, простирая свой покров над всеми нами православными людьми, обращала и тех, кто не знает пути Христова, к святой православной вере, только через которую мы имеем надежду получить жизнь вечную. Божественная литургия перед иконой была совершена на следующий день в Адигитриевском соборе. Люди с надеждой на помощь при святой Богородице шли приложиться к святому образу и помолиться заступнице. Андрей Слепнев, новости дня. 3 августа на центральном рынке Улан-Удэ пройдет ярмарка, посвященная столетию Буркапсоюза. На ней 24 потребительских общества представят свою хлебобулочную, мясную продукцию, полуфабрикаты, колбасные и кондитерские изделия. Вообще, конечно, целый год все мероприятия посвящаются столетию Буркапсоюза. Мы проводили ярмарки, посвященные Сагалову, посвященные столетию. Техникум проводил, научно-практические конференции. Наши районные предприятия выезжают и на Суркарбаны на праздники и посвящают всю столетию Буркапсоюза. Будет красочно, ярко, весело и музыкально. Приходите на центральный рынок 3 августа в 10 часов утра. Оставайтесь с нами. Далее эфир ТВ-кома продолжит программа «Линия-2». Сегодня гость программы из Москвы – это директор Федерации креативных индустрий Игорь Намаконов. Разговор о перспективах республики и о том, где у нас обучают молодых и креативных. Ну что ж, таким был этот выпуск. Я еще раз напомню его главные темы. Водитель «Мерседеса» влетел в бетонный столб, да так, что сломал его и протаранил еще шесть автомобилей. Подрядчики повредили трубу, из-за чего в итоге жители 11 многоквартирных домов остались без холодной воды. В Бурятии пройдут всероссийские соревнования по настольному теннису «Байкал-Опен». Они состоятся в ФСК с 8 по 10 августа. На этом выпуск завершен. Наши новости вы также можете найти в социальных сетях или на сайте ТВ. Кома. В студии работала Юлия Пермякова. Всего доброго. До встречи. Субтитры предоставил DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ровные как гладь океана, притягивающие взор как женская красота, расширяющие пространство до размеров Вселенной, линия неба, натяжные потолки любой сложности. Телефон 307-307. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова